Сейчас мы находимся на щите управления гидроагрегатом, панели М. Здесь собрано полностью управление, измерение, защиты агрегата. Можно сказать, что это сердце, мозг гидроагрегата. Здесь, в сердце машинного зала, тишина почти идеальна, если не обращать внимания на урчание гидроагрегатов. Сотрудников немного, и это как раз норма. Значит, на станции всё идёт слаженно и без перебоев. Работу ГЭС поддерживают несколько цехов, в их числе турбины, электро- и гидроцеха. Чтобы всё это работало круглые сутки, создана оперативная служба. Каждую секунду на смене находятся 9 человек. Они обслуживают все объекты на Красноярской ГЭС, меняя друг друга непрерывно вот уже полвека. Когда вводилась станция, то есть с ноября 67-го, смена была 20 человек. Потом по мере автоматизации, обновления оборудования, сокращалось, сокращалось. То есть сейчас мы вышли на количество, когда уже, ну меньше невозможно. А это центральный пункт управления. День сегодня особенный. Одновременно на станции дежурят три начальника смены. Кто работает в гидроэнергетике, понимает, какая это редкость. Задача сотрудников ЦПУ – управление и координация. На этих панелях сосредоточены приборы по всем системам Красноярской ГЭС. По генераторам, по линиям, по автотрансформаторам собственных нужд. Глядя на эти приборы, можно судить, нормально ли работает оборудование или имеются сбои. Напряжение здесь, особенно в момент каких-то аварийных ситуаций, на самом деле, значительно больше. Потому что самое тяжелое – это ждать. То есть отдал команду и ждешь – выполнили, не выполнили, когда выполнили, как выполнили. А может быть, там что-то случилось, а ты об этом не знаешь. Вот самое сложное – это ждать. К счастью, за полвека работы серьезных аварий на Красноярской ГЭС не наблюдалось. Сейчас это современное предприятие, один из лидеров энергетической отрасли страны. При этом на станции постоянно думают о перспективах, непрерывно решая сразу несколько задач, связанных и с развитием оборудования, и с развитием персонала, и с улучшением экологической ситуации. Уже много лет на ГЭС проходят добровольную сертификацию международных аудиторов, которые подтверждают, что система управления и технологические процессы на предприятии соответствуют требованиям международного экологического стандарта. Выявляются существенные экологические аспекты, выявляются факторы на них влияющие, и нивелируется уже влияние. Допустим, если у нас сейчас два главных проекта, касающихся замены главных трансформаторов, например, главные трансформаторы у нас, вот мы сейчас автотрансформаторы, правда, заменили, в них меньше масла. То есть снижается риск воздействия масла на окружающую природную среду, на всю, на воздух, на природу, на почву, на воду. С таким подходом и стремлением к развитию Красноярская ГЭС уже давно стала опорной точкой для развития производств, индустриализации Красноярска и центральных районов края. За 50 лет изменились производства, многих заводов не стало, появились новые заводы, новые виды продукции, новые технологии. И мы, соответственно, должны соответствовать этому уже времени. Должны вырабатывать электроэнергию по тем требованиям, по тем нормам, которые требуются уже новому производству. Собственник Красноярской ГЭС, ПАО Евросип Энерго, ведет крупную инвестиционную программу по модернизации Красноярской ГЭС. При этом работа идет параллельно, то есть станция работает, вырабатывает ежегодно более 18 миллиардов киловатт в час, из 69-70 миллиардов, которые ежегодно вырабатываются на территории Красноярского края. Сейчас модернизация на ГЭС находится в завершающей стадии. Осталось заменить рабочие колеса гидрогенераторов. Оборудование уже доставлено на станцию и в ближайшем будущем будет смонтировано. Алина Штоколова, Алексей Гузев. Новости. Новости.